Друзья, сегодня расскажу вам об очередном вранье российской пропаганды. Они безостановочно это делают, ну и вообще распространяют вот эту историю, что как они победоносно отступают, а украинцы их трусливо догоняют. В общем, для того, чтобы доказать, собственно говоря, о том, что происходит реально, мы же не просто говорим в отличие от них, а хоть чисто с фактами. Мы залезли в сеть ВКонтакте, запрещенную сеть, и посмотрели, что там происходит. А там много интересного. Сейчас расскажу вам подробнее. Вы подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. И видео, и стримы, и с места событий здесь очень много важного и нужного. Поэтому здесь вам место, и здесь вас ждут. Итак, что мы имеем? У нас, если заглянуть, ну вы знаете, что Россия рассказывает, что у них потерь нет, и прочее нет. Но если вы пойдете в контакт, там сплошные некрологи, некрологи, некрологи. Просто огромное количество. Ну и уже знаменитое видео только про десантников. Посмотрите его. Вот она аллея пацанов. Кладбище. Город Михайловск. Все водовышники, пацаны. Потерь в вооруженных силах России нет. В общем, вы видите, потерь нет, но только в одном регионе десант, как мухи, мрет. И его хоронят пачками. Так что, ну, в общем, интересно, конечно, потерь нет. Мы понимаем с вами, конечно, что это полное вранье. И вот это видео тому доказательство. Ну, а вот если проанализировать некрологию, то что мы с вами увидим? Во-первых, мы с вами увидим возрастную интересную штуку. Очень много молодых погибло. И это говорит о том, что они такие отправляют срочников просто как мясо гибнуть на этой войне. Что там даже пишут, как 19 лет, что там в 19 лет мог поехать парень, который там, собственно, ничего не умеет, против армии, которая воюет 8 лет, которая защищает свою землю, мотивирована. Ну, и результат соответствующий. Мне это нужно, чтобы понимали российские матери, жены, сестры о том, что на самом деле ждет этих пацанов здесь только смерть. И это хорошо видно по контакту. Еще интересна география. Знаете, там как-то почти нет москвичей и петербуржцев. Все там глубинка какая-то дальняя. Их отправляют умирать. Ну, все-таки москвичи, видимо, побаиваются. Или они там откупаются. Я не знаю, что там происходит. Но вот москвичей и петербуржцев очень мало. Много глубинки, много Северного Кавказа. В общем, вот оттуда они черпают этот ресурс. И, друзья, кого еще очень много, это, конечно, наших Луганская и Донецкая, так называемых ЛНР и ДНР. Там вообще полная труба, выгребают всех подряд. Вот послушайте, там одна женщина, которая говорит о дистанционном образовании. И послушайте, что она говорит, где там мужчины. Указ главы Донецкой Народной Республики, Банановой Республики, глава, издал указ о возобновлении учебного процесса, дистанционного учебного процесса. У меня вопрос к этому долбоящему. Вот, попрошу всех подписчиков моих распространить это, да везде распространяйте, куда только можно, я вас очень прошу. У меня вопрос к этому долбоебу. Ты демобилизировал 18-летних, 18-19-летних студентов, извините, только что так хуянуло, что я аж потерялась. 18-19-летних студентов ты демобилизировал. Учителей, ты насильно, блядь, демобилизировал, сука, всех мужчин, потому что никто не хочет идти воевать, блядь, за вашу республику, понимаете? Никто не хочет, но вы решили вот так вот, ну давайте, будем насильно, блядь, загребать всех и вся. Не важно. Хотя это нихуя себе как не важно, потому что каждая мать, блядь, каждая жена, просто, сука, при виде этого конченого долбоеба-чепушилина хочет раскроить ему ебальник. В общем, все, мужчин не осталось, выгребли всех, всех кинули на войну. И подтверждение этому есть и другие видео, вот послушайте, что говорят мужчины о том, кто они, откуда и что они вообще там делают. Мы военнослужащие из Донбасса. Обычные работяги, блядь, дети нам. Энергетики, блядь, заводчане, блядь. Оказались на территории России с оружием. И сейчас, блядь, в жопе, нахуй. Нас все тут в жопе, нахуй. Все в жопе. Все, мы, что мы здесь делаем. Нас много полегло. Мы на сумах, блядь, такого-то хуя. Есть на ютубе видео, где наших товарищей взяли в плен. На сумах мы вообще были как в подкове просто и все. Нас погибло очень много. Таким образом, просто Рашка набрала всех жителей ЛНР и ДНР и как мясо их кинула. Почему? Во-первых, в этом есть логика этой империи как таковой. То есть, эта империя, она захватывает территории для того, чтобы захватить людей. И кидает их в бой для того, чтобы дальше захватить следующих людей и следующие территории. Ну, вот смотрите, логика их. Они покорили Чечню, которая долго сражалась. Сражалась отчаянно. Но они ее дожали массой. Что называется, закидали. После этого они 20 лет промывают там мозги людям. Оно даже все равно не очень получается. У меня масса писем из Чечни, как они ненавидят Кадырова и Россию. Но какую-то часть, значит, они все-таки превратили в коллаборантов. Потом они этих, ну, какие-то у них там из ТикТок войска, но какую-то часть действительно кидают вообще с Кавказа, с Дагестана, с Северной Осетии. Собирают их, значит, и кинули их в следующую войну, например, в 2008 году на ту же Грузию. Фактически аннексировали, да, Южную Осетию, Абхазию. Теперь оттуда собирают осетинов из Южной Осетии, Абхазов. И кидают их на следующую войну, а именно Крым и Донецк-Луганск. А сейчас они крымчан. Кто в первых рядах был у них? Крымская морская пехота. То есть они кидали их, чтобы они воевали против украинцев. И полностью выгребают весь ресурс человеческий, мужской ресурс Донецка и Луганска для того, чтобы кинуть против Украины. То есть пропромывали им 7 лет 8 там мозги. Теперь, значит, кинули их умирать. Идея такая, почему им так важна Украина. Здесь огромный человеческий ресурс. Идея была такая, захватить Украину, дальше здесь попромывать мозги, кинуть украинцев дальше уже на Прибалтику, на Польшу. В общем, классическая Российская Советская Империя. И они этим путем и движутся. И в этом и был, собственно говоря, их план. Поэтому так и активно они используют ЛДНР. Ну и второе, это, конечно, им важно, это с пропагандистской точки зрения, что забрали у вас мужчину, отправили. Остается там одна семья. И они рассказывают, как проклятые украинцы его убивают, чтобы возбудить ненависть в них, против своих же сограждан украинцев. С большой Украины, скажем так. В этом их цель. Ну а потом дальше делают картинки, когда если те возвращаются, многие не возвращаются. А кто возвращается, часто без руки, ноги. Вон, посмотрите на это видео, где там один из этих ополченцев, мобилизованный, без ног остался. И говорит, идите, идите за Новороссию умирать. Что хочу вам передать? Выполняйте задачи, даже несмотря на то, что задачи иногда требуют каких-то жертв, забирают ноги, руки. Но у меня забрало ноги, то есть вот Абдулла, товарищ, которого тоже забрало ноги, как бы. Мы не расстроились, духом не упали, то есть я жарю. Будет все четко, пацаны, я жарю. Давайте защищайте республику. Все. Ну и что может сделать каждый из вас, и как Украина может с этим работать, и контр-пропаганда. Украинцы в этом смысле тоже молодцы, как и во всех остальных. Находят эти группы, тех военных, которые воевали в Буче, Ирпене, Гастомеле, российских. Правильно сказать, убивали там. И, значит, в итоге показывают им фотографии того, что они там натворили. И это очень, конечно, важно. И также вот тоже креатив проявляют. Нашли такую группу, ждушечки, воинская часть 46, по-моему, 108. Значит, это девушки, которые ждут своих парней из этой воинской части. Вот они, значит, собрались ждать их там вместе, сделали группу. Ну, а наши туда бросают фотографии плененных части этих парней. Или погибших их. Ну, и что, ждали, ждали. Ну, как ждушечки, дождались. Ну, как вы понимаете, это тоже вызывает там эффект разорвавшейся бомбы. Так что, друзья, креативим, ведем войну на информационном фронте. Это очень важно. Я для вас только что это все сейчас разобрал. Поэтому еще раз не забывайте подписываться и делиться этим видео. Каждый ваш лайк, шер, подписка. Это ваш вклад в нашу войну и в нашу победу. Ну, а русский военный корабль, вы знаете, куда ему идти. Всем привет из Киева.